Здравствуйте друзья! Как древние люди передвигали мегалиты? Благодаря какой силе люди древности могли передвигать мегалиты и строить из них целые города? На вопрос помогут ответить следы, оставленные инструментами на обработанных каменных блоках, и сами блоки, их форма, структура и химический состав. Причем таких следов, которые не могут быть оставлены медным инструментом. Следы на блоках сохранились более 10-12 тысяч лет и не стерлись под действием атмосферных осадков, ветров и перепадов температур. А это говорит о том, что блоки были либо из очень твердого камня, либо из высококачественного бетона. В Осуане сохранилась каменоломня, в которой добывался серый гранит. В ней остался недорубленный блок весом около 1200 тонн. На большие технические возможности строителей мегалитов указывает и последовательность операций при строительстве пирамид. На одной из граней пирамиды Минокура сохранились следы выравнивания грани после укладки блоков. Выравнивание больших площадей поверхности — это сложная техническая задача. Если бы пирамиду строили, используя примитивные ручные технологии, то последовательность операций была бы обратная — сначала изготовление блоков в законченном виде и только потом их укладка. Довольно много блоков имеют сложную геометрическую форму, для получения которой необходимо четкое движение обрабатывающего инструмента в трех плоскостях. При ручной обработке такого результата достичь невозможно. Это явно плоды высокоразвитой цивилизации, имевшей в своем распоряжении сложное машинное оборудование. Очень часто древние строители применяли блоки огромных размеров. Вопрос зачем? Строить из блоков какого размера было проще — из больших весом в десятки и сотни тонн или маленьких весом в десятки и сотни килограмм? Очевидно, что относительно легкие блоки гораздо проще и изготовить, и переместить. Даже при сегодняшнем уровне развития нашей цивилизации очень часто используется мелкий кирпич. Так зачем в учебниках по истории старательно поддерживается миф о том, что мегалиты строили примитивные люди, которые как муравьи облепляли блоки и ворочали их рычагами, тянули веревками? Как вы думаете, для чего этот обман? КОНЕЦ КОНЕЦ